Друзья, приветствую! Роман из Оренбурга прислал посылку с образцами масла Shell Helix Ultra 530 полнозольная А3Б4 SLCF. К сожалению, в посылке не было описания, только вот две баночки, поэтому покажу вам только баночки. Надеюсь, Роман их опознает. Свежая отработка. Сейчас почищу, подпишу и приступаю к созданию эталона. Первым делом сейчас свежая. Помещаю в кювету. Посмотрим, какую спектрограмму намерит прибор. Подкорректируем. Вот такая спектрограмма. Видно какой-то намек на эстеры. Небольшой бугорок. Сейчас увеличиваю, покажу вам. Примерно 0,10. Я бы оценил этот уровень до 2%. Причем это не полиэстеры, это более дешевые эстеры. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерял по противоизносным. И посмотрите, какой странный уровень. 55. Очень низкий уровень противоизноса при садах цинка фосфора. Этот уровень выставляю как 100%. Естественно, гликоль и сажу в нули вывожу. И тут стоит обратить внимание на щелочное. 8,7. Как-то очень низко. Я использовал данные для корректировки одного известного сайта и одной известной лаборатории. Так вот, у них данные были по щелочному 12,4. Я так и выставил. Хотя, блин, явно я здесь затупил. И прибор намерил кислотное 1,88. А в том же лабоанализе было 2,76 кислотное. Но, учитывая уровень эстеров, я думаю, откуда там вообще... Ну, это нереальная косяк лабы. Не может быть 2,76 кислотное такое в этом масле. Однозначно косяк лабы. Так, все. Можно приступать к проверке отработки. Это у нас Audi Q7 с мотором V8. 4,2 бар. 350 сил. Пробег на автомобиле 210 тысяч. Пробег на масле 8 тысяч. 200 мм.ч. Средняя скорость 40 км в час. И долито 1,8 литра масла. Смотрите, противоизносных присадок 77%. Хороший уровень. Гликоли стоит обратить внимание. 4,10. Но сначала я подумал, что это возможно попадание антифриза. Но, скорее всего, это сотый экта от лукойла. Такое бывает. Там добавляют спирты какие-то. Скорее всего, оттуда. Но, посмотрите, очень высокое нитрование. То есть, с мотором не слава богу. Расход масла об этом тоже сигнализирует. Так, очень неоптимальный процесс сгорания. 10 соток по саже. 4,51 кислотный. 6,9 щелочной. 4,51 тоже 1,5 единицы наросло за 200 мм.ч. Тоже очень быстро окисляется масло. Ну, ускоренно окисляется. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Ну, традиционно я ожидаю от Audi. Что? Загущение. Да, уже не первый раз. Сейчас посмотрим. Так, ну, классика. Классика. Стабильность. Признак мастерства. Есть загущение. 14% небольшое. 14% от максимального. Но, тем не менее, рабочая температура повышена. Кто-то может утверждать, что вязкость связана напрямую с загустителем. Прокомментируйте, пожалуйста, что здесь произошло с загустителем. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления, если оно вам надо. И вот прогноз. Прогноз я по неверным данным 12,4276. И посмотрите, что получилось по моющим нейтрализующим свойствам 266 моточасов, по нейтрированию 175 моточасов, ну и 1400 моточасов по вязкости. Значит, я уже когда монтировал, осознал свою ошибку и нашел результаты более свежего масла, такого же сделанного в России. И там было 10,5 щелочное и 2 кислотное. Но я опираюсь даже на данные прибора, мне кажется, поточнее получилось 1,88 кислотное и 10,5 щелочное. Поэтому здесь я тупо просто перерасчетом сделал те данные, которые изначально должны были получиться. И у меня вот получилось, смотрите, значит, мы еще нейтрализующие на 23 моточаса побольше, ну а нейтрирование и вязкость также остались. То есть, с более точными данными, чуть-чуть побольше расчет. Это к тому, что вот смотрите, как влияет, в общем-то, практически на 2 единицы. Кислотное завысил, ой, щелочное, прошу прощения, завысил. И кислотное завысил там практически на 1. Но, тем не менее, не так сильно это повлияло на общий результат. То есть, здесь методика расчета так учитывает нюансы. Значит, что с мотором? Давайте подумаем. Я не думаю, что здесь износ у такого мотора, большого, объемного, высокой мощности, старой школы, там, за 210 тысяч километров, не думаю, что какой-то там существенный износ. Вряд ли. Здесь, скорее всего, клапан вентиляции картерных газов, может быть, катализаторы или воздушные фильтры. Я думаю, вот, все-таки в этом направлении надо покопать. В первую очередь, клапан вентиляции, мне кажется. Вот. Опять же, есть повышение рабочей температуры. Но это, может быть, уже там и форсунки подзагадились. Почистить тоже бы неплохо, наверное. Вот. Возможно, не хватает топлива для охлаждения камер сгорания. Поэтому есть некоторое загущение. Ну, а так, да, видите, 1,8 литра. Ну, здесь все-таки трасса. На трассе в любом случае будет расход повышенный. Вот. Но, тем не менее, с Романом мы разговаривали. Ну, как бы, проблему локализовали. Клапаном он займется. С фильтром, по-моему, у него все в порядке там. И катализаторы, вот я, честно говоря, уже выскочил из головы. По-моему, катализаторы то ли удалены у него. Ну, да, скорее всего, клапан мы пришли к выводу. Вот. Будет интересно, честно говоря, посмотреть еще разок. При устранении этих моментов. Какой результат будет. Ну, вот. Приношу свои извинения за косяк с кислотным-щелочным. Ну, это по невнимательности, видимо, не тот более старый анализ использовал. Вот. Ну, а так, благодарю Романа за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.